Женщины Женщина в окопе, в стылой глине, грохот взрывов и снарядов войн. Что в войне до женской сути тонкой? Смерть не разбирает, кто есть кто. Школьницы, совсем еще девчонки. Вам-то это выпало за что? Снайперы, связистки, санитарки. Да, судьба к вам не была добра. Вам бы на скамейке в тихом парке целоваться с милым до утра. Муность неохотно вспоминают и не смотрят про войну кино. Только память все еще живая, ноет, беспокоит, все равно. Как тащили, надрываясь, плача, раненых тяжелых на себе. Как решали трудную задачу постирать казенное хобэ. Как домой писали письма маме. Мой жива-здорова, лучше всех. И опять месили сапогами то болото, то кровавый снег. Ради нас переносили муки, защищая мир и тишину. Я с поклоном вам целую руки, женщины, прошедшие войну. Восьмой класс, когда закончила, вот началась Великая Отечественная война. Как говорят, никогда это не забудешь, начало войны. Как раз вот мы убирали в школе с девочками и собрались с группой идти за ландышами. Мы подошли, мы в почте, очень много собралось людей. И как раз там, в общем, в таком ожидании все какие-то такие уж тревожные. И вот Молотов объявили. В 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну. Ну, конечно, день был такой теплый, солнечный. И как бы даже на второй день все помрачнело. Мы, конечно, уж никуда не пошли. Да, я не сказала, что когда началась война, уже 16 июля меня отправили на оборонную работу, катать окупы. Даже, помню, ничего не сказали меня и Володю Чеснокова от нас. Мы с ним частенько вот что-то были на пару. Нас направили на Рыбинск, на теплоходе стремительный. Тогда оземы уже стали ходить эти теплоходики. Вот я помню, шли мы по Рыбинску, по брусчатке. Вот такой ветер, пыль, вот какая-то сама обстановка. Пришли на станцию, там дают уже установки, как вести себя. Ну, нас в эшелон посадили и, не доезжая в Алдая, эшелон разбомбили. Ой, как это вот, помню, убежали, держались за руку с наступи, вот весь эшелон в лесок. И помню, как я, ой, даже вот как трясло, так не знаю, лихорадка прямо. Ну, вот потом мы переночевали тут лесочки, нас построили утром рано. И до Алдая мы шли. В 12 часов дня мы прибыли, вот так по солнцу определить. Там уже никого гражданских не было. И нас каждый день почти вот на бреющем полете облетали немецкие самолеты. Ну, вот все-таки, я не знаю, не бомбили. Но настолько вот этих, да с этой свастикой, вначале было так страшно. Никаких вот, где немцы, вот никакой работы, ничего, хоть бы нам газету прочитали, что где мы, что с нами, будет дальше. Ну, ничего не знали, как в темном лесу были. Работали только, копали. Вот я даже не помню, как нас кормили, даже этого не помню. В научной работе Цветкова в Алакжане на оборонных работах мы читаем. В годы Великой Отечественной войны жители области не только самоотверженно трудились в колхозах и на фабриках, но и направлялись на оборонные работы. Лидия Николаевна была одной из 20 тысяч человек, направленных из нашей области летом 1941 года на Валдай. Ну, я, конечно, после окончания восьмого класса, я никуда не поехала. Я пошла в девятый класс, вот, девятый закончила, там десятый. Вот, десять закончено. И вдруг опять меня вызывает райком партии. И я отступала в третью эксплуатационную уроку. 17 сентября, вот эта красномерская книжка, там и фронты, и, в общем, все у меня. Вот видите, на каких фронтах, Ленинградский, первый Волховский, Ленинградский, третий Прибалтийский, первый Краинский. Месяц мы были на карантине. И вот меня посылает в наряд. Шинель мне, помню, дал командир взвода сербикян армянин. Нет, азербайджанец. Пусть он такой небольшого роста, но че я девчоночка была. Шинель у меня такая, ботинки у меня с галошами были. Одет, это мы очень плохо поехали. Отдала, тут девочка, так и знаете, были эти испанки-то. У меня шито она из чего-то, такая серенькая, ничего она, ничего. Вот это у меня одели. В общем, мне свели в караул, дали где-то там оружие я должна охранять. Вот. И ночью-то вот такой ветер все был. Господи, мне все кажется, что все ползли, вот это и идут. И я все, стой, кто идет, кричала. Я хрипла до чего-то, кричала. Вот. Потом меня вот это... Скоро очень не сняли. А ребята там 70, 45-й работал, 71-й батальонок, тоже уже наши были. Ну вот. И проходят они, это 12 часов примерно было. Меня так разморило потом на солнышке после этих криков. Я сижу, у меня автомат между ног, автомат действующих, все. Вот они проходят и говорят, господи, что за попка сидит. И вот нас начали уже, мы месяц пробыли, приняли присягу через месяц. И нас одели, модировали. В общем, сапоги выдали, конечно, 39-й размер. Вот это вот болтаются. Портянки. Портянки я так до сих пор и не научилась одевать. Потом там чулки, там, ну, все прочее, конечно. И выдали нам береты тут пока еще. В общем, нас одели. И как уж нас мы стали поставили на удовольствие, на все прочее. И нам выдали табак. И вот я первый раз, значит, решила. Уже начала это самое приспосабливаться. И вот меня этот Бухачев увидел и говорит, милая дочка, вот я, говорит, сниму ремень. Я, говорит, так выхожу. И вот я засовестилась. И больше я никогда, конечно, этого не... Такой хороший человек. Я с ним потом попала на точку Манихина. Ну, и мы стали изучать вот это путейское все-таки книги. И сдавали мы экзамены. Но настолько было это страшно быть стрелочником. Я настрелочницом, значит. Ой, господи, все аварии, все из-за стрелочника. И вот нас встречает. И я, в общем, это фаната зажгла, и он у меня погас. Ой, я не знаю, чего делать. Я добежала и обратно, думаю, зажгу, и я прибегу. До большой-то ночи я что-то все ехала. Ну, вот, ну что, я ушла с пуста. Нет, ничего, доказывает. И вот он и говорит это, что она так прекрасно сдала экзамены, и вот он меня защитил. А то кто защитил тебя? Да, вот капитан, который принимал меня экзамены. Вот он как раз сверстил его, и вот. По словам, где-то я его найду. Вот они в этом ездили в рейхстарту туда. Вот оно вот тут вот стоит. Выличие, говорите, у них. Тут очень маленькие, да. Маленькие, да. С усеями, ничего. Вот. Ну, в общем, вот защитил меня. Жили мы в землянках. У нас и баня была в землянке. Ну, чего, все уже, вот эти деревья, даже целого нет. Настолько все шли вот тут бои. И у нас дальше дороги не было, рельсы снятые. И вот только одни таблички стоят. Мины, мины, мины. Ну, настолько на человека вот это наготовлено было. Это жутко даже сказать, что. Ну, вот, стали чего. Ну, восстанавливать эту первую прибыль. Тут подрываться у нас без конца. В общем, только подрывы, подрывы. Ну, гибнут люди. А что делать? От героев былых времен Не осталось порой имен Те, кто приняли смертный бой Стали просто землей травой Только грозная доблесть их Поселилась в сердцах живых Этот вечный огонь Нам завещанный одним Мы в груди храним Бабушку я уже плохо помню Ну, какие-то моменты в памяти все-таки остались Про войну она мало рассказывала Можно даже сказать, что Ну, не любила об этом говорить Больше спрашивала, как у нас дела Чем мы живем Часто спрашивала, какие у меня интересы Чем мой брат интересуется Приезжали вот сюда Встречала нас Ну, всегда очень тепло, радушно Никогда не было с ней скучно Всегда что-то могла рассказать интересное Рассказывала, что 30 километров всего до Берлина не дошла Больше рассказывала про То, как жила потом Про учеников своих Ну, это было Даже, наверное, более интересно Чем про войну И всегда она нам говорила Вам это пока не надо Подождите Мы же маленькими еще были Зимой она жила у нас Приезжали, потому что Этот дом довольно-таки тяжело было протопить Вот, и вечером сидели, чай пили Я всегда помню, что в чай вместо сахара Она могла положить конфету со вкусом лимона И говорила, и сладко, и с лимончиком Тебе сейчас столько же лет Сколько твоей бабушке было Когда ее призвали на оборонные работы Вот представь Тебе завтра надо ехать копать окопы Я не могу передать всех ощущений Я не представляю, как это вынесла бабушка В свои 15 лет Ну, по-моему, это невозможно просто Сказать, собирайся И пойти домой собираться До сих пор не совсем понимаю Как же я И худа, и мала Сквозь пожары к победному маю В кирсачах стопудовых дошла И откуда взялось Столько силы Даже в самых слабейших из нас Что гадать Был и есть у России Вечной прочности, вечный запас Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok